Всем привет! Давайте немного по лайв кодим и тема будет сегодня Акострим. Так что особой теории здесь не будет, я не буду погружаться сильно в особенности. Это будет, скажем так, некая вводная, практическая вводная причем. То есть не буду рассказывать, каким образом внутри это происходит, то есть более подробно. Основные крупные мазки расскажу. И, собственно, про кишки, вот самые жестокие кишки я особо и не знаю. Мне сказать нечего будет. Значит так. Акострим. Что такое Акострим? Акостримы это потоки, так? То есть фреймворк Ако нам поставляет возможность потокового общения. Потокового общения. В чем вот ключевая особенность потокового общения? По сравнению с обычными методами работы. Это то, что источник потенциально имеет бесконечное количество алиментов. То есть у вас есть какой-то источник сообщений, и он скармливает вашу систему эти сообщения. И вам их нужно каким-то образом обрабатывать. То есть такой бесконечный поток. В связи с этим возникают множество различных проблем. В частности, это проблема, когда источник слишком быстрый. А потребитель слишком медленный. То есть вы его просто задавите. И вот проблема с нагрузкой, все реактивные платформы, я предполагаю, что вы слышали реактивное программирование и бла-бла-бла. Акострим это тоже по большому счету про реактивное программирование. Так вот, они эту проблему решают таким образом. Тот, кто потребляет, он говорит источнику, сколько я могу потребить. То есть вот на этой картинке можно... То есть это, скажем так, промежуточный потребитель, и он сообщает, сколько информации он вообще может взять, сколько он готов обработать. Это такая первая особенность. То есть используется популярный патр, паблишер, сар, скрайбер. И все это, повторюсь, очень-очень-очень похоже на реактивные платформы, которые сейчас очень популярны стали и размножились. Причем давно уже по большому счету они размножились. То есть у Spring Boot есть реактивный стэк. Да, у многих языков есть реактивный стэк. Почему мы используем реактивный вот этот подход, этот потоковый подход? потому что он более экономно использует ресурсы. Более экономно использует ресурсы. Так. Вторая важная особенность, но это, в принципе, очевидно, но все же надо сказать. Стримы, потоки. По большому счету мы строим свою программу как один большой пайплайн. как одну большую трубу, через которую пройдут наши элементы, наши входящие сообщения. То есть мы будем каким-то образом обрабатывать или перенаправлять куда-то. Но общая идея, что это один большой пайплайн. Пайплайн. То есть одна большая такая труба, через которую у нас текут все элементы, и мы каким-то образом обрабатываем. И третья идея, поскольку мы сидим на самом деле на АКЕ, а АКЕ это акторная модель в явном виде, то вот наш код, который мы напишем, он по факту будет превращаться в акторы. То есть в этом, скажем так, ключевое отличие от других реактивных платформ. Здесь, поскольку в принципе акторная система, она уже по дефолту можно сказать реактивная. То есть кто читал реактивный манифест, должен понимать о чем речь. То есть акторная модель, она уже в отличие от традиционных потоков, о традиционных подходах это использование потоков операционной системы в чистом таком виде, как это делается например на Java. то есть вот эти вот потоки это не реактивная. Так, запутался немного. Хочу лишь сказать, что ак, она по дефолту на самом-то деле уже реактивная. И поэтому вполне логично, что код, который мы напишем по сути дела как pipeline, он превратится в итоге в вакторы, которые будут просто передавать сообщения и каждый актор созданный будет делать какую-то работу. Стоит подчеркнуть, что акка она вот вот мы напишем код, который представляет pipeline, акка превратит его в вакторы и акторов она попытается создать минимальное количество. То есть она попытается всю работу, которую мы опишем, да, чтобы произвести над входящими сообщениями, она попытается их отобразить чуть ли не в одном акторе все это, чтобы происходила вся работа. то есть это скажем так немного внутренней кухни, если вы хотите разбивать свой код на более мелкие задачи. Иногда это и есть причина, чтобы все в одном акторе не скапливалось. Ну, например, если некоторые задачи гораздо тяжелее, а некоторые задачи гораздо менее тяжеловесные, то иногда руками мы укажем место разрыва, то есть место, где мы хотим, чтобы скажем так, один актор поделить, один актор, который создается по итогу нашего большого пайплайна, который мы опишем ниже дальше, чтобы он превратился в два актора. Ладно, не знаю, зачем это. Сейчас вам подчеркну. Значит, так, реактивное программирование реализуется через акторы, строим один большой поплайн. И здесь нужно выделить, когда мы говорим про акку, три большие части. Источник, flow и sync. Источник, это откуда мы берем информацию. Источники могут быть очень различными. Файлы, примитивы, то есть можно источник взять из строку, можно взять источник в виде http запроса, по сути дела. То есть идет http запрос, это же по сути дела пайтовая стринга, ее нужно будет просто распарсить, это будет наш источник и дальше преобразовать. flow это промежуточное звено между источником и синком. В нем обычно мы описываем трансформации, которые мы хотим сделать. Если трансформации никаких нет, например, мы просто принимаем как называется, ну например, мы принимаем http запрос, вот эта байтовая нам стринга пришла, и мы хотим ее записывать сразу в файл. В принципе, вот этот flow можно опустить и сразу в sync обратиться, который будет собственно записывать в конечный файл. Но в большинстве случаев такие естественно простые операции, как вы понимаете, бывают редко, и как правило у нас три части. это source flow sync. Мы их вместе компонуем. По факту мы получаем некий граф. Граф может быть сложным, то есть можно построить различные структуры графа. Но самое важное понимать, что мы вот этот граф, который построим, он сам по себе еще не запускается. То есть здесь, как и во многих других фармворках, мне сходу например вспоминается TensorFlow у Python библиотека по машинному обучению, там такая же идея. То есть сперва описание, а затем работа. И здесь такой же принцип работы. То есть мы сперва опишем некий граф, то есть каким образом у нас компонуются вот эти отдельные компоненты. и затем мы этот граф, скажем так, материализуем, материалайзер есть такой, и запустим его. Граф, который мы построили, вот когда мы его запустим, он отработает и разрушится. То есть мы ему материализуем, что это значит? Это значит вот граф по факту превратится в акторы. Как только их работа закончится, они разрушаются и ну они больше не нужны, нет смысла их хранить. Так вот, они разрушаются. Дальше. если мы захотим еще раз воспользоваться данным графом, мы снова можем запустить граф повторно. Снова можем запустить граф повторно. Когда мы запустим его повтором, у нас снова по описанию графа поднимутся новые акторы и они снова произведут работу какую-то. Ладно. Давайте теперь посмотрим, как это все в коде. Как я сказал, будет лайф кодинг. Для начала подключить библиотеку ACO Stream. Мы работаем с последними версиями 2.5-25. Я продолжаю в том же проекте, в котором работал. В принципе, хотя да, это все же важно, поскольку я буду подключать HTTP. Будем взаимодействовать с HTTP смотреть также. И посмотрим некий классический вариант. Подключаем библиотеку. Что я хочу сделать? Вот у меня источник есть файлов. Как мы видим, Мария, плохая стринга, как будто хороший клиент, пропущенные строки. То есть я хочу прочитать вот этот файл и ту строк, которую я могу распарсить, я запишу результатом ее в новый файл. Но запишу я ее не абы как, а в формате JSON. То есть что я хочу сделать? Я хочу создать потоковое преобразование данных вот этого файла, чтобы перенести их вот из этого файла в новый файл в формате JSON. Как мы видим, повторю, здесь файл он грязный. То есть некоторые строки будут удовлетворять нашим условиям, некоторые не будут. Плюс я еще вставлю дополнительные условия, чтобы у меня только после определенного возраста добавлялись, переносились, не переносились, а копировались данные. так уже 15 минут. Окей. Так, в этих настройках ничего нет. Вот наш main, вот наш learn string. Поехали. Сперва опишем модель. Модель, модель, модель. Case class client name string page int. Так, теперь мне нужна трансформация, то есть мне нужна функция, которая будет трансформировать стрингу. так что я создам функцию transform string to client то есть это и стринги но поскольку смотрите воде как я сказал здесь некоторые данные могут быть грязными поэтому мы воспользуемся нашим любимым общеном так давайте я буду прописывать и я воспользуюсь try сразу переведу здесь to option пользуюсь unapply name age то есть мне line я буду сплитить по пробелу и затем пытаться сконфигурировать данный данный тип данный тип так отлично сделали теперь мне нужно файл источник и файл который я буду записывать под source файл библиотековская работает прямо с java.neo java.neo поэтому мы здесь будем пользоваться активно с java.neo библиотеками так сначала source cht и мне нужен sync tht и здесь ok это значит откуда мы будем читать и откуда будем куда будем записывать пытаться записать теперь нам нужно описать источник сейчас мы начнем вот с этой части val source здесь специальный тип мы работаем все время с каловской версией а не авос какой и здесь нам нужно указать файл это файл читать мы будем тип byte string из аки утиловской подгружаем данный тип и вторым значением здесь идет future его резал сейчас опять надо импорт так и наш скаловской future вот этот тип это тип файла информация а вот это это значение которым мы можем воспользоваться это некоторая дополнительная информация которая нам идет в процессе обработки файла в частности мы можем посмотреть то есть вот в этой вот ячейке скажем так будет зашифровано сколько информации мы прочитали только сколько байтов мы прочитали так и здесь используется специальный объект сразу готовый файл ио файл ио скала dsl и нам нужно здесь просто указать путь 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 дефолтные значения оставим такими какими есть не будем здесь особо мучиться с ними пока разбираться значит берем path source сделали да это источник теперь нам нужно описать промежуточный слой который будет трансформировать данные из источника и затем мы их передадим конечному потребителю так что давайте писать flow первое что нужно сделать смотрите вот к нам придут стринги нам нужно их сперва преобразовать в обычную стрингу давайте сделаем это val flow byte byte string to string и будет flow принимает он string byte string отдает string и второй параметр not used ой третий параметр not used опять skull dsl и там isaka not used ok вот этот not used это аналогично вот этому future eo result то есть некоторая дополнительная информация но здесь в промежуточных звеньях вот это дополнительное какое-то материализованное значение оно как пишут в литературе не имеет смысла в промежуточных операциях и обычно пишут not used то есть оно не имеет осмысленного значения то есть когда мы вот у источника мы можем грубо говоря взять какое-то вот дополнительное значение это в частности количество байк которые мы прочитали хорошо значит все преобразования во флоу они делаются достаточно просто пишем флоу затем описываем входящий тип в скобочках квадратных пишем и затем начинаем нашу коллекцию преобразований нашу коллекцию преобразований но здесь мы сделаем немножечко по-другому здесь мы воспользуемся специальным объектом называется он фрейминг то есть снова скала DSL смотрите когда мы будем читать файлы мы читать будем их не целиком то есть наш источник по сути дела возьмет файл и поделит его на какие-то части и попытается их перенести дальше отправить их но когда он будет читать вот этот наш файл мы-то хотим на самом деле чтобы у нас читались построково то есть нам нужен какой-то механизм который вот эти куски которые он будет отправлять источник он взял и скомпоновал или так можно было распознать что вот эта часть часть кусков которая отправлена уже на самом деле это уже представляет некоторое единое целое и мы это можем обрабатывать то есть источник он читает файл и пытается отправить дальше на обработку но он посылает вот этот файл не сразу весь целиком собственно реактивное программирование именно про это про то что мы посылаем данные небольшими порциями а не посылаем одним большим куском и в итоге у нас система вся тормозится и ничего не делает в ожидании когда придет весь кусок нет здесь мы отправляем маленькими порциями поскольку файл там может быть вернее вот эти порции они могут прийти в очень разном порядке и нам нужно каким-то образом распознать строки то есть что вот это конец строки и вот для этих целей мы используем фрейминг здесь здесь есть метод телеметра здесь мы должны просто передать где мы считаем где мы считаем конец то есть грубо говоря элемент у нас готовая к обработке полноценный так бай стринг и здесь нужно передать еще максимальное количество байтов максимальное количество байтов и можем видите можно можно ли обрезать но у меня файл достаточно небольшой так что что тут тут можно ставить очень маленькую информацию давайте ставим по дефолту 256 и там дефолтно явно укажем что файл теперь дальше дальше нам нужно это делать то есть вот у нас получился вырезали мы кусок то есть вот идет поток байт причем они идут таким вот непонятным для нас образом какими-то кусками благодаря фреймингу мы из этих кусков то есть там несколько кусочков вместе они пришли в итоге несколько сообщений пришли мы из них выделили целую строку окей теперь нам нужно вот из этой байт стринги это уж у нас байт стринга нам нужно превратить ее в стрингу обычную чтобы дальше трансформировать в частности мы будем затем пытаться в клиента преобразовать и здесь просто map здесь у нас байт стринга поэтому здесь есть методы decoder string и здесь нужно передать char set есть в java standard char set мы здесь очень много будем пользоваться java java классами java neo char set и там есть vtf8 берем его все мы получили стрингу дальше вот этих вот промежуточных flow у нас может быть множество и мы их просто сцепляем друг другом давайте напишем следующее вау и здесь мы и стринги будем попытаться создать объект flow parse string to client и будет опять флоу но на сей раз у нас стринг то есть мы вот этот будем вот этот сцеплять к этому здесь у нас отдается стринг поэтому здесь у нас стринг возвращать мы будем клиента и также здесь not used по тем же самым причинам такс берем flow стринг map и пытаемся преобразовать теперь пользуемся нашим методом нашим методом и поскольку он может вернуть как нам так и сам мы оставим только значения которые есть которые реально актуальны то есть нас не интересуют значения нано то есть нас не интересуют вот эти вот пустые значения неправильные значения нет 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 нас это все не интересует так дальше поехали теперь давайте поставим еще какой-нибудь фильтр flow filter age значит flow здесь у нас client отдавать мы будем тоже client и здесь not used опять по тем же самым причинам перем flow а с клиента мы начинаем и здесь нам нужно просто взять фильтр age ну давайте больше 22 чтобы Дима отсеялся Мария Суджин подключились так теперь дальше поехали теперь нам нужно сделать последний шаг это записать файл то есть нам нужно сделать трансформацию из вот этого вот этих объектов которые мы собрали файл но как я говорил уже я их буду делать не просто так а джейсона 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 поэтому здесь мы сперва подключим в библиотеку спрей которым мы уже пользовались там есть различные методы чтобы работать с джейсоном имплицит мне нужно теперь имплицит имплицит объект джейсон формат джейсон клиент джейсон и здесь помните такие методы как джейсон формат не подсказывает мне отлично подсказывает вот у меня два поля джейсона формат и клиент джейсон формат клиент ну можно тип здесь ID все время хочет чтобы тип обязательно передавался давайте явно перепишем тип то есть можно посмотреть тут видите root джейсона формат root джейсона формат и клиент так вот этот объект который мы создали мы будем его использовать в двух местах во первых вот здесь мы его будем использовать чтобы трансформировать наш объект текстовое представление только не абы а именно формате джейсона и будем использовать еще его ваке хорошо поехали значит мне нужен вау так и теперь последний flow transform трансформ и сериалайз так пишем снова flow здесь придет клиент хотим в итоге мы это мы же файл записываем значит нам снова надо байт стрим и not used значит снова берем flow клиент клиент и мне нужно трансформацию сделать моего клиента воспользуюсь воспользуюсь я by string и теперь значит client JSON здесь есть такие методы receive write мы хотим что сделать мы хотим записать write берем нашего клиента и делаем строковое представление строковое представление и давайте еще явно укажем явно укажем в каком формате ой текст какого типа у нас будет забыл ты еще сделать я хочу чтобы у меня все это дело все сделаем новая строка чтобы была когда я буду записывать отдельный объект чтобы он у меня с новой строки записывался так ну и осталось как ни странно совсем чуть-чуть осталось только то есть что мы сейчас делаем мы сейчас по факту описали весь вот этот флоу теперь остался последний шаг чтобы завершить наш граф описание графа подготовительное описание нам нужно еще его будет собрать нам нужен только источник указать ой потребитель указать синк синк тип синк принимает он by string и поскольку мы будем записывать опять файл здесь вот есть так снова aka stream scala dsl вот здесь фьючер вот как вот этот фьючер только вот этот фьючер он может нам дать информацию о том сколько мы записали сколько байтов мы записали здесь снова файл его тут под здесь мы должны указать куда мы записываем и еще если мы посмотрим можно указать множество опций которым мы можем сделать с файлом ну давайте передадим цвет так это стандарт operation опять неё ну и вот что мы хотим мы хотим создать мы хотим записывать и мы хотим конец все подготовительные действия закончились теперь нам нужно создать сам граф 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 тип у него рано был рано был граф рано был граф так я взял тут ли я взял да скал дсс скал дсс не путаем и вот здесь вот здесь смотрите если мы хотим знать сколько мы файлов потребили и сколько файлов мы записали то нам нужно водить явно указать вот этот фьючер резалт в виде тупо если нас интересовало только одно значение мы бы выбрали только одно так давайте теперь строить берем наш источник вот источник и начинаем подключать вот все вот эти штуки подключаются они следующим образом через в я я и просто берем первый так я здесь что так они все правильно и медленно отработала второй промежуточный результат третий промежуточный результат третий промежуточный результат четвертый промежуточный результат третий промежуточный результат и мне нужно теперь куда ту мат и синк и вторым параметром здесь передается через вот этот параметр который собственно и нам позволит достать вот эти оба значения keep сохрани то есть и здесь вот собственно right left both none то есть если нас ничего не интересует нам если нас интересует например правое значение то есть наш куда мы записываем то right если левое то есть наш источник то left но как я уже сказал я выбираю оба я оба значения проинспектирую то есть сколько я прочитал и сколько я записал все готово вот так вот очень просто немного долго очень большое количество библиотек но ничего сложного нет давайте воспользуемся им для этого идем в наш класс я здесь уже подготовил место и берем наш так давайте result result draft runnable стрим давайте я здесь я вам укажу и здесь мы запустим метод ран запустим метод ран который собственно поднимет вот он поднимет актеры почему он их сможет поднять потому что потому что а а вот здесь так где это так зашумило у меня все очень важно вот вот этот implicit бал актер материалайзер то есть то есть если я вот сейчас вот закомментирую у меня вот здесь ругаться будет видите нужен материалайзер нужен материалайзер нужен то есть тот кто вот все что мы вот здесь написали превратится в конечном счете в актер превратится то есть вот эти вот все флоу 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 кстати я вот говорил вот когда что материалайзер пытается максимально в сжатой форме представить вот эту работу то есть он пытается запихнуть как можно меньше количества акторов если вы хотите разбить есть вот такой метод если я правильно помню он называется прямо async то есть он грубо говоря это точка разделения то есть вот видите проложили асинхронную границу вокруг this source ладно ладно кого они заинтересуют может потом подробнее поговорим давай я здесь уже все указал имплисис все эти подключают теперь давайте вот этот результат здесь здесь просто проинспектируем вот read видите count статус нас интересует сколько сколько было просчитано bytes from input а здесь во-первых мы левый from input a и точно такую же я напишу для сколько я записал write bytes to output файл все можно даже проинспектировать можно даже проинспектировать давайте подниму я так вот я запустил приложение вот результат работы ну вот эти remote поскольку я использую все то же приложение в котором работала там у меня оно распределено поэтому такой вывод здесь ладно самое главное здесь прочитано 72 байта записано 53 байта и вот такой формат как мы видим то есть Мария прочитала прочитала юджин прочитала то есть у меня отбирается только больше двадцати двух лет и записывается в формате джессона в виде формате джессона так это было наше скажем так первое взаимодействие теперь я предлагаю второе взаимодействие это уже непосредственно поработать с http сервисом который нам поставляют и я предлагаю реализовать метод пост метод пост 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 и мы его будем вот этот запрос который юзер делает пропускать через наш граф который мы уже написали но мы построим другой граф но используем те элементы которые которые уже написаны что у нас интересует метод пост по пути мы будем персом чтобы распасить именно тело здесь такая конструкция используется as http entity это http entity мы будем пытаться превращать в наш ответ шумит у меня все все шумит поехали смотрите нам нужно будет вот этот здесь придут тот же самый by string by string и нам нужно этот by string будет преобразовать также в сроковое представление и попытаться записать наш файл синг давайте снова пользуемся нашим методом on complete которым мы уже неоднократно пользовались которым мы произведем работу и после которого мы отдадим некий ответ так давайте я ответы заморачиваться не буду шо окей здесь bet так это у нас файл это это скажем так подготовительная вещь сейчас нам нужно описать основную трансформацию наш поток наш поток для для этого берем наши entity там есть метод data bytes и нам нужно теперь вот мы получили фактически видите source source с ладно чтоб особо не шуметь написал код и все таки шумит на что исключить значит хочу я обработать входящий входящую байтовую стрингу хочу я их обработать именно то есть я знаю что мне придет джессон я его хочу распарсить и соответствие со своим условием что я только больше двадцати двух у кого кто старше двадцати двух лет того я записываю файл то есть мне нужно превратить мой джессон объект отфильтровать записать если нужно и отдать какой-то ответ ответ я отдаю крайне примитивный ok и bad чистый текст ладно это не так принципиально уже самое главное вот когда мы хотим проинспектировать входящую строку да мы можем здесь подключить именно аккустрим аккустрим каким образом это делается сперва мы описываем пост путь entity entity и так про импорт чуть позже поговорю он complete в он complete мы описываем наш граф и запускаем его здесь наши выводы что я хочу сделать в графе в графе я хочу сделать преобразование байтовой стринги для начала опять фрейминг фрейминг я уже предполагаю зачем зачем это делается да очень похоже как там то есть выделить единое целое дальше нам нужно вот из этого единого целого из этого единого целого попытаться преобразовать в клиента здесь вот есть вот библиотеки on marshal вот scala dsl вот эти вот все нужно это чтобы преобразовывать клиент в джессон и ой из текста который представлен в виде джессона в объект значит мы принимаем наши байты байтовую стрингу и пытаемся преобразовать в клиента но я его поскольку преобразовать то на самом деле я не всегда смогу в клиента поэтому я оборачиваю в тип option и чтобы не мучиться с исключениями я просто делаю recover и когда у меня будет сбой при попытке преобразовать входящий запрос я возвращаю дан нан то есть классическая ситуация у меня либо сам либо нан следующий здесь я на месте определил flow который просто отсекает все наны а дальше я использую те фильтры которые у нас были то есть фильтр по age потом я трансформирую то есть наш объект я его записываю обратно в в json формат строковое предоставление и записываю файл и дальше указываю какой файл я хочу записать ну и мне нужно только добавлять только добавлять здесь то есть операцию я только добавлять разрешаю и и кипрайт здесь и ран кипрайт здесь нужно чтобы не нан юз было то есть нужно хоть что то отдавать ладно дальше вот эти кому интересно вот здесь может за место нижнего подчеркивания там есть типы его результат их проинспектировать вот на входящую вот эту вот на эту штуку но мне это не интересно поэтому сделайте самостоятельно если нужно хорошо то есть вот эти библиотеки подключите чтобы просто распарсить вот это вот закомментированный implicit вау только здесь не айтем ну здесь это клиент это клиентовская штука это скопипайстил это вот тут айтем но смысл в том что здесь нам в коде нужен еще вот этот и а поскольку он уже подключается поскольку я импортирую learn stream и поэтому я в learn stream сделал вот эту штуку implicit хорошо и теперь она у меня куда-то подключается даже сходу не скажу куда она подключается ладно она куда-то подключается но самое главное все работает теперь давайте я подниму и проверю когда я подниму у меня опять вот эти строчки запишется запишется повторная работа ну и затем немного сиуром побалуемся сделаем пару запросов и закончим так ну давайте для начала попробуем Роджера и эйдж в виде строки представлен мне вернулось здесь окей но это не так принципиально важно лишь понимать что записи не произошло мы чуть позже давайте теперь 15 15 то есть вот и теперь Роджера 25 чтобы запись произошла ну и теперь давайте инспектировать вот наш Роджер то есть вот эти две записи предыдущие они у меня по фильтру не прошли но я их прочитал распарсил понял что это все не то ну можно еще структуру которую к нам не относится например Celery то есть я распарсил но это не моя структура то есть она прочитается как None в итоге у меня вот такой механизм как вы понимаете вот здесь вот будут создаваться акторы то есть запускаться граф каждый раз каждый раз когда я запускаю граф в итоге создаются каждый раз новые акторы но акторы помните что это дешевые вещи создали убили это вообще не проблематично мы их миллионами можем создавать вот такое у нас есть взаимодействие с http и как мы видим не только с http посмотрели еще более простой вариант это работу с файлами работу с файлами так хочу еще что-то сказать пожалуй добавить мне нечего чуть более подробнее поговорим как-нибудь в другой раз в этом видео я хотел дать общее представление и основные элементы как мы компонуем что из себя вообще АКО представляет ну давайте я здесь все таки покажу методы методы методов существует огромное количество поскольку АКО стрим это реактивная платформа то есть если вы работали хоть какой-нибудь а библиотека реактивная там вот все вот эти методы троп тейк возьми ммм группируй ммм всякие интервалы keep a life limit ммм ммм то есть объединять все это здесь присутствует поскольку есть ммм как называется совместимость с реактивными штуками reduce fold run scan то есть методов на самом деле очень много то есть вы можете по-разному трансформировать свой граф рассказать нечего see you next time а на 2 2 3 3 3 5 6 8 Продолжение следует...